Продолжаем самые важные и интересные беседы сегодня. Елизавета, здравствуйте. Делитесь впечатлениями. Как сегодня проходит ваш день? Здравствуйте. Прекрасный день. Очень много впечатлений. У нас сегодня появилась потрясающая возможность. Мы встретились не в онлайне, наконец. У нас сегодня такая роскошь человеческого общения, где мы лично можем задавать друг другу вопросы. Есть один вопрос, который я не спрашивал ни у кого сегодня. Но у вас, не постесняюсь, прошу. Вот у нас есть отличная возможность и площадка делиться друг с другом мнениями, своими наблюдениями и рассказывать, как изменился рынок. Видите ли вы пользу в таких событиях? Да, безусловно. Особенно в контексте той темы, благодаря которой я сегодня здесь, это устойчивое развитие. Ритейл занимает особое место на рынке для устойчивого развития, потому что имеет доступ как к поставщикам, так и к своим потребителям, оказывая на них непосредственное влияние. И с точки зрения потребителей мы видим явное изменение трендов, что потребителю устойчивое развитие нужно, ему важно, из чего состоит продукт, который он покупает, ему важно, какая упаковка, из чего материал упаковки, того товара, который он потребляет. И ритейл в этом плане, у него не так много возможностей делать это самостоятельно, поэтому тут нужен постоянный диалог с поставщиками. Трансляция на поставщиков тех принципов и концепт устойчивого развития, который заложен в самой компании. И такие мероприятия этому подтверждение, это диалог, который сегодня состоялся. Я думаю, что по его итогу родится много новых проектов и партнерств. Как горячо коллеги поддержали эту тему во время дискуссии? Очень горячо. Было даже действительно, я думаю, наметки нового проекта с одним из поставщиков. X5 родились прямо буквально в процессе. Мы говорили о том, что здорово, когда идеи не просто рождаются, но и быстро имплементируются, и мы видим результат таких встреч. Как вы хотите, чтобы год 2020 завершился? То есть что должно произойти вот в этом году еще такого, чтобы вы сказали, действительно, устойчиво движемся вперед? Да, но все ответственный бизнес ставил себе стратегические цели, многие из которых тоже своим этко имели 2020 год. Я надеюсь, что большинство из них будет достигнуто. О результатах мы узнаем в первом квартале. Давайте пожелаем друг другу хорошего бизнеса. Пусть наши показатели растут, несмотря на нестабильное, неустойчивое положение всех вот этих тем с волной, заболеванием и так далее. Мы будем развиваться. Все верно.